Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. И сегодня мы с вами поговорим, продолжим говорить на классные, интересные темы. Мне очень приятно, что сейчас вам нравится, в общем-то, то, что я вам рассказываю. Рассказываю вам о мышлении, рассказываю вам о нашем сознании, подсознании, силе разума и прочих крутых штуках. И сегодня я хочу поговорить с вами еще об энергии. Почему? Я недавно написала пост в инстаграм по поводу зависти. По поводу того, что зависть, ну, долгое время, я даже говорила об этом видео, что я считала, что зависть это, ну, такая двигательная сила, да, и многие говорят о том, что я когда смотрю, вот я так завидую, меня это мотивирует и мной это движет. Но по факту, если мы будем с вами рассматривать все наши мысли, которые обладают некой определенной вибрацией, энергетической силой, вы можете посмотреть в интернете, есть энергетические такие воронки, то вы увидите, что любые мысли, которые касаются негатива, чего-то там, горе, слезы, печали, страхи, какое-то там перемывание костей, проблематика, все это имеет очень низкую вибрацию. А как мы с вами уже знаем, если вы смотрите мои видео, то наши мысли имеют такое свойство притягивать подобные мысли, то есть то, о чем мы думаем, мы это и притягиваем. Мы как будто бы, если говорить о вибрации, у каждой мысли есть своя чистота в радиостанции, да, как в радиостанции, и мы с вами, настраиваясь на эту чистоту, в общем-то, притягиваем то, что нам, то, о чем мы думаем. Ну, если говорить о радио, то это порог, это поп, это романтические баллады и так далее. Так вот, все вот эти мысли, которые связаны с завистью, которые связаны с тем, когда мы начинаем кого-то обсуждать, критиковать, да, вы, например, смотрите и говорите, ну, вот это Ермилова, ты знаешь, вот смотрю ее видео, обсуждаете вы с подружкой, блин, вот врет она все, вот она, и вы там начинаете, а та говорит, да, и там у нее, значит, вообще страшная она такая, да, она такая страшная, у нее тут, вот тут, вот тут, у нее прыщ, да, у нее тут прыщ, значит, и вы сидите, значит, вот этим всем заливаетесь, и естественно, что как будто бы вы в этом всем себя чувствуете лучше, потому что вы, по крайней мере, у вас что-то лучшее, вы хотя бы честные, вы находите себе этим оправданием. Это касается не только Ермилова, это касается абсолютно всех, у нас есть у людей такое свойство, в других искать негативные какие-то качества, черты, проблемы их обсуждать, вот. В этот момент что происходит? Прикол происходит в том, что вы в этот момент как будто бы говорите обо мне или еще о ком-то, но вибрация идет от вашего мозга, то есть частота идет от вашего мозга, вы ловите радиостанцию не я, не мне она начинает слышаться в этот момент, а вам. Ваша эта частота включается, и как бы, поскольку мы подсоединены все к энергиям нашей Вселенной, вам Вселенная говорит, ага, вы говорите плохо-плохо-плохо, у вас низкие частоты, возьмите их еще больше, она вам их притягивает, пожалуйста, получите. И вы получаете какие-то негативные ситуации, низковибрационные, которые приносят вам такие же эмоции, как вы и испытываете, то есть вы словно заказываете себе такие эмоции, о каких эмоциях, чувствах, вот вы ситуациях говорите, вы это к себе и притягиваете. То есть все точно так же. То есть вам говорят, а вот это, пожалуйста, пожалуйста, получите. И что получается? Вы вроде как пообсуждали кого-то, а вокруг себя создали это поле, которое намагнитило к вам, в общем-то, весь этот негативчик и все эти проблемы. И вы, вот называется, помните, как чем дальше в лес, тем больше дров. Вы чем больше всего этого переживаете, о чем это обсуждаете, вам еще больше этого приваливает. И вы еще дальше продолжаете, говорите, да что же такое? И вы продолжаете снова говорить о том, почему мне не везет, что происходит, у меня черная полоса, ага, наверное, это карантин. И чем больше вы об этом, обо всем говорите, тем больше вы снова всего этого притягиваете. И вот у вас уже такая получается интересная история. Соответственно, что здесь нужно понимать? А нужно здесь понимать, что вообще, когда вы излучаете любую вибрацию, вибрацию, будь это радость или будь это проблема какая-то, получаете вы. Вот что я хочу, чтобы вы это осознали. Получаете вы, а не тот человек, о котором вы говорите или та ситуация. То есть вы это притягиваете к себе. Поэтому страшно, буквально страшно, невыгодно говорить о каких-то подобных штуках. Потому что это все не дает вам возможности, вы словно в банку себя в такую консервную заваливаете. Это все не дает вам возможности ничего позитивного в свою жизнь притянуть. И чем дальше, тем больше вы себя этой веревкой сковываете. Поэтому каждый раз, когда вы начинаете себя ловить на том, что вы вдруг вступили в какое-то обсуждение кого-то, когда вы начинаете обсуждать этого человека, что вам в нем не нравится, вы себя фиксируете и говорите, так, стоять, это же сейчас мне будет плохо, мне-то может и не нравится, давай я поговорю о том, а что нам в нем нравится, а что в нем есть хорошего, если вам сильно хочется пообсуждать этого человека. Формула работает и в обратную сторону. В чем прикол? В том, что когда вы, если вы уж очень сильно любите кого-то обсуждать, понимая, что такое может быть, если вы хотите кого-то пообсуждать, или вы хотите что-то притянуть в свою жизнь классное, присоединяйтесь к тому, что приносит радостные вибрации. Присоединяйтесь к тому, что кто-то пишет о том, что у него что-то хорошо, или вы видите, что, о, Ермилова поехала тачку новую покупать, блин, какая молодец. Когда мы начинаем кого-то нахваливать, когда мы начинаем искренне радоваться за человека, мы автоматически притягиваем, не то что притягиваем, мы подключаемся к этому источнику радости, и соответственно, намагнитившись, мы присоединяем к себе все вибрации успеха, все вибрации высокочастотные, которые связаны с радостью и с прочими штуками. Вот что, друзья, является такой крутой-крутой вещью. Поэтому, когда я, например, иногда мне приходят уведомления о том, что меня где-то комментируют, иногда моя рука дрогнет, и я куда-то перехожу автоматом, и когда я попадаю, например, к переходам комментариев под моим видео участия в шоу «Супер-женщина», вот уж где кубло негатива. Если вы нормальный человек, и вы туда зайдете и просто начнете читать, вы почувствуете себя уже некомфортно, поэтому не заходите туда, потому что, когда ты начинаешь читать негатив, особенно о человеке, который тебе нравится, ты волей-неволей включаешься. Как известно, негатив не имеет на нас никакого отношения к нам не имеет и влияния ровно до тех пор, пока вы эмоционально в него не включились. То есть, если кто-то вам проходит, и вы мимо, и он вам говорит, ты там дура старая и так далее, и вы на это не отреагировали и улыбнулись, вас это не тронет. Но стоит вам остановиться и ответить этому человеку, то есть вы эмоционально как будто бы подключились, все, у вас начинается утечка энергии, и вы это чувствуете на физическом уровне, возвышается вот это вот раздражение, вы начинаете ерзать, вас начинает это бесить, вы пытаетесь кому-то что-то доказать, и в этот момент вы отдаете свою энергию. Так вот, когда мы читаем даже вот эти негативные штуки, и тем более хотим что-то написать, мы как бы подключаемся к утечке энергии, то есть наши вибрации падают, потому что мы подключаемся автоматически к негативу. И все, поэтому этого делать нельзя. Соответственно, важно очень себя контролировать, потому что когда вы уже даже считаете себя осознанным человеком, как, например, я, все равно я периодически ловлю себя на том, как то и дело, я пытаюсь что-то там найти где-то и сказать о каком-то человеке, ой, да мне не нравится, как он делает. Нет, нет и еще раз нет. Мы все время говорим о том, что нам не хватает силы энергии. Люди очень часто спрашивают меня, Оля, где брать? Мы должны помнить о простой штуке, что у нас, в принципе, когда мы, например, просыпаемся с вами утром, у нас достаточно силы энергии, чтобы прожить круто день. Но все зависит от того, каким образом мы ее растачаем. Если мы каждый день отдаем свою энергию на всякую фигню ежедневно, то не стоит удивляться, что мы себя чувствуем в большинстве своем выжатыми, потому что мы свою энергию просто все время, знаете, она у нас как-то из сита утекает. И вот такие вещи, они нас прежде всего изжирают. Безусловно, второй момент – это токсичные люди. В чем заключается токсичность людей? Не в том, что они плохие какие-то, в том, что у них низкие вибрации. Делите людей на высокие вибрации, на низкие. Высокие вибрации – это люди, после которых вам хочется летать, вам хочется делать. Вот вы сюда приходите, потому что здесь высокие вибрации. Потому что вне зависимости от того, любите вы меня или не любите, но после моих видео у вас есть силы, вы наполняетесь. А когда вы пообщались со своей мамой, подружкой какой-то, которая рассказала вам, как все плохо, как мало денег, как муж дурак, как те не дают, как та вот эта злобная, и все, и вас как будто бы выпили и опустошили. Это низкие вибрации, и вы к ним подключились, потому что когда мы с вами слушаем, и чуть-чуть в это включаемся, а они же нас все время дергают, ну ты слышишь, ну ты понимаешь, они же хотят, чтобы мы ответили, и как только вы начинаете отвечать, ваша утечка, вы как из ванной достаете вот эту вот пробочку, и ваша вода уходит, только это не ваша вода, а ваша энергия. Соответственно, вы должны понимать, что вибрации есть высокие и низкие, и каждый раз, когда вы чувствуете себя плохо, это низкая вибрация ваша. И каждый раз, когда вы чувствуете себя плохо после общения с людьми, это низкая вибрация их. Часто, когда вы в какой-то ситуации, или в каком-то месте ощущаете себя фигово, это низкая вибрация, вы должны понимать, где низкие вибрации не нужны, потому что низкая притянет ко мне только низкая. Для того, чтобы мы могли с вами работать над своим сознанием, для того, чтобы мы могли осуществлять свои желания, цели, нам нужна энергия, это понятно. Вы никогда не видели ни одного богатого, успешного человека, не энергичного, не видели, потому что не бывает такого, потому что человек не может заряжать других людей, сам находясь инертным. Человек не может зарабатывать деньги, потому что деньги это высокая вибрация, это высокая вибрация деньги, понимаете? И человек не может зарабатывать деньги, если у него низкие вибрации. И вы не сможете заработать денег, вы не сможете притянуть успех, вы не сможете написать в рерайтере жизни свою книгу и реализовать ее, потому что у вас не хватит энергии. энергии, поэтому первая задача и первое, в чем я работаю сейчас непосредственно в рерайтере, у меня сейчас рерайтер, это, знаете, моя, ну, я могу сейчас диссертацию скоро писать, потому что это огромное количество людей, сотни людей, с которыми я взаимодействую и наблюдаю их каждый день, так я вот могу вам сказать, что моя задача ключевая на первом месяце, когда они проходят марафон и пишут книгу, работать с тем, чтобы очищать их состояние, их мозг от утечки энергии, чтобы убирать течь, чтобы рассказать, что такое негативные программы, кто такие негативные люди, что такое низкие и высокие вибрации, чтобы начать это контролировать, потому что вы пришли, вы послушали, все здорово, вы заходите домой, а у вас там, это не вампиры, это низкочастотные люди, которые понижают вашу частоту, вы слушаете, например, вы обожаете рэп, а они слушают шансон, и вы пришли со своим рэпом в наушниках, вам классно, а у них на всю, на весь дом, хотел сказать, на всю хату, слово хата, на всю хату орет шансон, вы не в состоянии его перекричать, вам либо нужно уйти в другую квартиру, в другую тусовку, либо у вас нет выбора, поэтому наша задача с вами понимать это, понимать, как это устроено, и перестаньте уже сваливать все на вселенную, она вам дает уроки, да не хочет она вам давать никаких уроков, да уже осознайте это, она не дает уроков, это вы оправдываетесь тем, что это урок, вам нравится как-то что-то трактовать, ей это не надо, она дала вам разум, она дала вам сознание и подсознание, но да, она не сказала сама, что с этим делать, она рассказала об этом каким-то людям, дала дар это понять, эти люди об этом рассказывают, эти люди это делают, но вы их не слышите, потому что вы слышите других людей, которые залезли в телевизоры, которым нужно, чтобы вы были низкочастотными, потому что низкочастотными людьми удобно управлять, потому что когда все время в странах война, как в моей стране, вечная война, вечный голод, вечные, блин, низкие пенсии, все вечно хреново, управлять сильно легче, вечные Майданы, вечные какие-то стрельбища, теперь коронавирус, сильно проще управлять, вы испуганы и вам сказали, сиди дома, напри на себя маску, и люди ездят как дураки в машине, в маске, дышат своими миктробами, бактериями, я видела женщину, у которой руки слезли от антисептиков, кожа слезла, потому что у вас свой есть защитный барьерный слой, но ничего не думаем, потому что думающими людьми не поуправляешь особо, а запуганными людьми поуправляешь на низких частотах, поэтому вас всегда будут заставлять слушать шансон, а вы хотите что-то другое, но вы боитесь подумать, так вот подумайте, пожалуйста, подумайте, друзья, и меньше завидуйте, меньше обсуждайте всякого говна, как только вы чувствуете, что после общения с кем-то или с чем-то у вас включается апатия, страх, ужас, вам хочется бежать закупать гречку, бегите от этих людей, бегите ко мне на рерайтер, бегите еще куда-нибудь, еще кого-то, если вы найдете, ваша жизнь может быть такой, как вы захотите, я хочу, чтобы вы это услышали, я хочу, чтобы вы узнали, что вы прекрасны, что вы можете иметь абсолютно все, и это не сказки, это не сказки, сказки это то, что вы не можете этого иметь, сказки это то, что вы ограничены тем, что помещается в вашем сознании, но у вас ведь еще и пот, но вы просто не знаете, как это устроено, поэтому в следующих видео я вам обязательно расскажу, Ставьте, пожалуйста, лайки, если вам нравится. Присоединяйтесь хотя бы пальцем к чему-то позитивному. Давайте повышать вибрации друг друга. Я очень сильно стараюсь это делать с вами, потому что у меня сейчас классные рерайтовцы, у меня сейчас благодарнейшие люди, люди, которые меняются, люди, которые стараются, люди, которые хотят. И, конечно, мне рядом с такими людьми тоже мега круто. Поэтому, если вы хотите к нам, присоединяйтесь 1 июня на следующий поток, ну или просто присоединяйтесь пальцем, чтобы у меня было вдохновение, желание и главное время, с которым реально сейчас очень напряжено, но мне сильно не хочется бросать YouTube и заваливать видосами только своих рерайтовцев, которых я реально заваливаю видосами. Поэтому мотивируйте и вдохновляйте меня тоже. Всем классного дня. Love you, baby.